Красная поляна – горная деревня в Краснодарском крае. Она идеально подходит для тех, кто любит походы или катание на лыжах или велосипеде. Красная поляна расположена в большом национальном парке, 400 тысяч гектаров. Эту местность часто называют «русской Швейцарией», потому что она напоминает швейцарский кантон Тиссин. Красная поляна – знаменитый горный лыжный курорт недалеко от Сочи. В 2014 году здесь проходили зимние Олимпийские игры. После проведения этого важного мероприятия курорт обрел большую популярность. Сегодня сюда приезжают туристы из разных стран мира, чтобы покататься на лыжах, воспользовавшись современными трассами. Проехать несколько километров от Сочи и отдохнуть в одном из лучших курортов России – это настоящая находка. Турист может взять такси из Сочи, но это довольно дорого по цене от 50 до 70 долларов, иногда даже и больше. Звездочка на дорогу от Сочи до горнолыжного курорта Красная поляна требуется около часа. Кроме того, можно арендовать автомобиль в международном аэропорту Сочи. Однако гораздо более дешевый вариант – это автобус номер 105, который отходит от центрального автобусного терминала Сочи или автобус номер 135, курсирующий от центра Адлера. Стоимость поездки составляет около 60-80 рублей в одну сторону. Звездочка от Адлера к Красной поляне ведет живописная дорога, проходящая через глубокий узкий каньон. Декорации здесь впечатляюще – заснеженные горы возвышаются над тремя горнолыжными курортами мирового класса с километрами высококачественных трасс. Красная поляна расположена примерно в 40 километрах к востоку от Адлера. Большая часть мероприятий и развлечений проводится на горнолыжных курортах, расположенных в ее восточной части. Несомненной жемчужиной в Олимпийской короне здесь является курорт Роза Хутор, в котором проводятся соревнования по горнолыжному спорту. Как добраться до Красной поляны из Адлера Самая высокая гора района – Роза Пик, возвышающая над селом и рекой Эмземта. Это также прекрасное место для пеших прогулок. Здесь можно беспрерывно смотреть на завораживающие пейзажи. Любителям активного отдыха предлагаются экскурсионные туры. Вот почему многих интересует вопрос как добраться из Адлера до Красная поляна. Обратите внимание. Наиболее популярным является несложный пеший маршрут – осмотр водопада Кейва. Вблизи есть также другие отличные курорты и объекты расположенные между Красной поляной и Роза Хутором. Песчаные и галечные пляжи Сочи простираются вдоль побережья Черного моря. Здесь можно купаться в море с апреля по октябрь. Важно отметить, что Сочи окружен горами, лесами и пляжами. Более 80% территории принадлежит Национальному парку или Кавказскому государственному заповеднику. В парках Сочи находятся исторические и архитектурные памятники, уникальная флора и фауна, великолепные панорамы, таинственные каньоны и пещеры, шумные водопады. Гостей также впечатляет живописное горное озеро близи Сочи и Красной поляны, а также огрузки водопад. При наличии времени можно еще посмотреть Хмелевские озера, площадью около 70 гектаров. Летом температура воздуха на курортах Сочи поднимается до плюс 25-30 градусов, а зима здесь, как правило, солнечная и снежная, идеальное сочетание для лыжного отдыха. Хотя ночью температура часто опускается ниже нуля, средняя дневная температура колеблется от нуля до плюс 5 градусов, с первый снег выпадает в ноябре. Расстояние между прибрежной частью города Сочи и Красной поляны составляет 42 километра. Высота над уровнем моря 560 метров. Планируя путешествие в горнолыжный курорт, многие задаются вопросом, как добраться до Красной поляны легко и просто. На самом деле существует несколько способов, чтобы попасть в это замечательное место – на автобусе, поезде или собственном автомобиле. Автомобиль. Как добраться из Красной поляны до аэропорта в Сочи самым удобным вариантом считается аренда машины. Многие туристы любят путешествовать самостоятельно. Таким образом, можно заранее составить подробный маршрут и поехать по любому удобному направлению. Турист больше не будет зависеть от графика поездов или автобусов. На сегодняшний день в Сочи представлено множество компаний, которые предлагают в аренду комфортабельные автомобили. Заказать машину можно прямо в аэропорту, автовокзале или ЖД вокзале в зависимости от того, на чем приезжает турист в Сочи. В основном, на всех современных машинах установлен навигатор. Важно, часто российские туристы приезжают на авто в Сочи из Москвы и Московской области по маршруту Лобня-Адлер. Маршрут можно проложить, используя дорогу на Сосновку. Для этого потребуется изучить автомобильную карту. Добираться на собственные машины намного удобнее, если отдыхающие везут с собой горнолыжное снаряжение. Взять в аренду авто можно заранее через интернет. Подавая заявку, нужно внимательно ознакомиться с условиями компании. Некоторые фирмы требуют залог за машину. Нужно также обратить внимание на пункт, где указано о страховке. Трансфер. Многие любят пользоваться услугами трансфера. Прибыв из аэропорта Шереметьево с тяжелым грузом или с маленькими детьми, очень удобно добираться к месту отдыха на машине. Заказать трансфер для передвижения с дружеской компанией или семьей можно на официальном портале Кивитакси. На данном сайте можно не только рассчитать расстояние между курортами, но и стоимость маршрута. Тариф не меняется даже при опоздании самолета или поезда. Водитель будет ждать в аэропорту или на ШД вокзале. Расстояние от Сочи до Красной Поляны на машины около 68 километров. Электричка, Ласточка. Ездить на электричке не только удобно, но и быстро. От сочинского аэровокзала до Красной Поляны регулярно ходит скоростной поезд. Прежде чем добраться до Аэроэкспресса, необходимо воспользоваться картой, следуя указателям. Пешком придется идти около пяти минут. Расписание Роза Хутор можно посмотреть на официальном портале. Все поезда, Ласточка, оснащены кондиционерами, бесплатным интернетом и развивают скорость до 160 километров в час, поэтому время в пути составляет не более одного часа. Стоимость билета на одного человека составляет 700 рублей, оба конца. Звездочка билет на поезд можно купить как онлайн, так и на месте в кассах РЖД. Конечная остановка – Роза Хутор. Расписание по ЖД вокзалу Роза Хутор можно посмотреть на сайте. Важно, поезд движется с шестью остановками – Сочи, Мацеста, Хоста, Известия, Адлер, Эста, Садок, Роза Хутор. Автобус. Многие часто интересуются, как можно доехать до Красной Поляны на общественном транспорте. При отсутствии больших денежных запасов, можно воспользоваться автобусом. Общественный транспорт в Сочи функционирует достаточно хорошо в любое время года. Из Сочи по направлению Красная Поляна ежедневно курсирует автобус. Автобусный билет можно приобрести у шофера или на официальном сайте. Расписание автобусов Красная Поляна Сочи можно посмотреть на данном портале. Обратите внимание, все автобусные маршруты на участке от Адлера до Красной Поляны проходят по красивой старой краснополянской дороге, которая тянется вдоль берега реки Эмзамта. Бывает, что автобус не осуществляет последний рейс, поэтому не следует надеяться на расписание. Вечером лучше выехать из Красной Поляны или из Адлера немного раньше, чтобы добраться до определенного пункта. В основном, курсируют автобусы номер 105, номер 105 С, номер 135, номер 63. Из Адлера до конечной станции Роза Хутор курсирует автобус номер 135. Да и жить до Красной Поляны можно через центр Адлера. Изначально следует приехать в Олимпийский парк и сесть на автобус. Прибыв на ЖД вокзал, можно посмотреть расписание до Роза Хутор на официальном сайте перевозчика. Карта Красной Поляны. Многие с нетерпением ждут отпуска, чтобы провести время в приятной и расслабляющей обстановке. Отправляясь на отдых в другой город или страну и надеясь, что путешествие принесет только позитив, люди заранее покупают билеты, берут в аренду авто и бронируют номер в гостинице. Существует несколько вариантов туристических поездок, среди которых и проезд в обе стороны на автомобиле. Главным преимуществом путешествия на автомобиле является полная свобода действий. Ведь перемещаясь из одного пункта в другой, можно составить наиболее выгодный маршрут для себя. Кроме того, путешествие на авто – это гарантия перемещения из одного города в другой с тяжелым грузом без лишних проблем. При этом существуют компании, которые готовы пригнать машину в любое для клиента удобное место. Из основных недостатков можно выделить большую ответственность. Например, длинная дорога утомляет водителя. Отправляясь в далекое путешествие, у машины может выйти из строя какая-то деталь. На починку уйдет немало времени и денег. Кроме этого, могут возникнуть неприятности в дороге, например, изменение погоды. Неблагоприятные погодные условия способны существенно задержать поездку. В завершение следует отметить, что отдых в Красной Поляне пользуется большой популярностью не только среди российских туристов, но и зарубежных путешественников. На этом зимнем спортивном курорте отдыхающих ждут уютные и комфортные гостиницы, вкусная еда и разнообразные развлечения. Звездочка цены указаны на 2018 год.